Но очень важно, чтобы беженцы, которые приезжали на территорию России, так же, как и, собственно говоря, не беженцы с Украины, но и просто люди, которые приезжали в свое время на заработки в Россию, чтобы за ними велось определенное наблюдение. Потому что это прекрасно, что мы помогаем украинскому народу, то, что мы их принимаем, выделяем им какое-то жилье, помогаем с работы. Но очень важно, чтобы потом это не ограничилось тем, что просто либо при выплате определенной материальной помощи люди просто сели бы на шею россиянам. То есть очень важно, чтобы эти люди понимали, что, собственно говоря, если вы приехали, если вам помогли, то вы должны становиться полноценными либо как бы членами данной страны, либо чем-то помогать. То есть должен быть такой симбиоз помощи. Если Россия помогает этим беженцам, значит беженцы должны в чем-то помогать, собственно говоря, и самой Украине. А вообще, если говорить о мерах, то, конечно же, было бы прекрасно, если бы не только Россия, но какая-то мировая общественность разработала бы план по помощи этим беженцам. Может быть, создавались бы специальные, ну не кварталы, конечно, а специальные какие-то выделялось бы, я не знаю, город, село, квартал, там, где эти беженцы могли бы жить. Потому что, ну, во-первых, все-таки адаптация – это очень важный момент. Как показывает практика, то есть они приехали сюда, пытаются зарабатывать, пытаются как-то коммуницировать. Очень важно того, чтобы помощь велась не просто там «приезжайте, мы вас примем», но и всесторонне, то есть в плане адаптации. Для этого, конечно же, нужны не полумеры, а полноценная помощь в адаптации этим жителям здесь. Поэтому самый адекватный вариант – это, конечно, чтобы мировая общественность задумалась о том, чтобы вообще разработать ряд каких-то правил, либо план помощи жителям Украины, которые сейчас хотят переехать оттуда в более спокойные, так сказать, страны.